Глава 14 Из-за пробок на шоссе М-11 он приехал в порт Хилгрин только во втором часу дня, когда вдоль горизонта уже горбились облака, похожие на огромные клочья серой ваты. Назревала метель. Вино это плуг еще не было закрыто на дневной перерыв. Но вместо того, чтобы сразу пойти в паб к Джону Дэрроу, Линдли прохрустел по заснеженной лужайке к телефонной будке и позвонил в Скоттленд-Ярд. Он почти сразу же услышал голос сержанта Хеверс и по звяканью посуды и шуму голосов определил, что разговор перевели для нее в столовую. — Что с вами случилось? Черт побери! — рявкнула она. Я затем резко смягчил и тон добавив. — Сэр, сэр, где вы? Нам позвонил инспектор Макаскин. Они сделали полное вскрытие Синклер и Гоувана. Макаскин просил вам передать, что время смерти Синклер между двумя и четвертью четвертого. А еще он сказал, без конца эко и мекко, и что в нее не вторгались. Полагают, он деликатно дал мне понять, что нет свидетельств изнасилования или сексуального контакта. Он сказал, что эксперты обработали еще не все, что было собрано в комнате. Он позвонит снова, как только они завершат. Линдли благословил въедливость инспектора Макаскина, которого не испугало участие самоуверенного Скоттленд-Ярда и его навязанной помощи. Мы получили признание из Тин Херста. Я не смогла поймать его ни на одной нестыковке в отношении субботней ночи в Эстербри. Как раз он не повторял свой рассказ. Хеверс презрительно фыркнула. Только что приехал его адвокат. Типичный свой человек. Астроноса такой тип. Его немелика прислала жена. Разве мог его светлость опуститься за того, чтобы попросить разрешения позвонить у плебеев вроде меня или Нкаты? Мы отвели его в одну из комнат для допросов, но если мы быстренько не раздобудем неопровержимую улику или свидетеля, мы окажемся в трудном положении. Поэтому куда во имя всего святого вы делись? В Порт-Хилл-Грин. Он прервал ее возмущенный возглас со словами. Слушайте меня. Я не собираюсь оспаривать того, что Стин Херст причастен к смерти Джой. Но ситуация с Дэру пока не прояснилась. И потом. Нельзя упускать из виду то, что дверь Джой Синклер была заперта, Хеверс. Поэтому хотите вы или нет, но доступ по-прежнему остается через комнату Хелен. Но мы уже обсудили, что Франческо Джерард могла запросто отдать ему запасные ключи. И предсмертная записка Ханны Дэру скопирована из пьесы. — Пьесы? Какой пьесы? Лин-Ли глянул через лужайку на папу. Из-вот трубы и змейка вился дымок. — Не знаю. Наполагаю, что Джон Дэру узнает. И думаю, он мне скажет. — И куда же это нас приведет, инспектор? А что, по-вашему, я должна делать с его драгоценной светлостью, пока вы там развлекаетесь на болотах? Да простите его еще раз с самого начала. В присутствии его адвоката, если он настаивает. — Порядок вы знаете, Хайерс. Составьте план вместе с Нкатой. Измените вопросы. — А потом? — Потом отпустите его на сегодня. — Инспектор? — И вы, и я прекрасно знаем, что на данный момент у нас против него ничего существенного нет. Разве что уничтожение улик, эти сожженные сценарии. Ну да, его брат был советским шпионом, и он сам помешал правосудию в деле о смерти Джеффа. Это ж двадцать пять лет назад. — Вряд ли целесообразно арестовывать Стинхерста прямо сейчас. Вы же знаете, что ее адвокат будет настаивать на том, чтобы мы либо предъявили ему обвинение, либо отпустили их в семье. — Мы можем получить что-то еще от судебной команды Страйд-Кладда, — возразила она. — Можем. И когда это случится, мы его снова возьмем. — А пока мы сделали все, что могли, ясно. — А что прикажете делать мне, когда я пущу Стинхерста, и он как ни в чем не бывало отправится домой? В ее голосе вновь звучало раздражение. — Идите в мой кабинет, закройте дверь, ни с кем не общаетесь. Ждите сообщения от меня. — А если у Эберли спросит, как продвигается дело? — Пошлите его к черту, — ответил Линли. — Но сначала скажите, что мы осведомлены об участии в этом деле особого отдела ими пять. Он услышал по телефону, как Хеверс усмехнулась против своей воли. — С удовольствием, сэр. Как я всегда говорила, когда корабль тонет, уже неважно, сколько пробой на носу. Когда Линли спросил обет пахаря и пинту Гиннесса, в первый момент Джон Дэрро, похоже, хотел ему отказать. Однако присутствие трехугрюмого вида мужчин устойки и пожилой женщины, дремавшие над джином и блюдечком с миндалем у потрескавшего скамина, заставиваясь держаться. И минут через пять Линли уж сидел за столом у окна и опустошал большую тарелку со стилтоном, чаддером, маринованным луком, заедая все это хрустящим хлебом. Пел он с аппетитом, не обращая внимания на плохо скрываемое любопытство посетителей. Линли знал, что фермеры вскоре уйдут, вернутся к своим заботам, и Джону Дэрро ничего не останется, как вступить в беседу с нежеланным клиентом. Спустя несколько минут Линли услышал, как Дэрро уж даже попытался встрять в разговор с фермером, словно надеялся, что его непривычное дружелюбие задержит их подольше. Они громко обсуждали футбольную команду Ньюкасла и вдруг умолкли. Дверь паба открылась, и внутрь с холода поспешно вошел парнишка. Лет шестнадцать. Линли видел, как он едет с стороны Милденхола на древнем мопеде, густо зарепанном грязью. На подростке были грубые рабочие башмаки, синие джинсы и старая кожаная куртка. Вся в каких-то пятнах, как оказалось, с маски. Мальчик запарковался перед пабом, подошел к машине Линли и несколько раз восхищением погладил зящный верх. Он был коренастым, как Джон Дэрро, но волосы в мать светлые. — Чья это тачка? — войдя бодро, поинтересовался он. — Моя, — отозвался Линли. Парнишка неторопливо приблизился, по-мальчишески неловко откидывая со лба светлые волосы. — Клевая штучка! Он с завистью посмотрел в окно. — Стоило вам, наверное, кучу денег. — Я и сейчас трачу на нее порядочно. — Она жрет бензин так, словно я. Единственная пора Бритиш Петролиум. — Откровенно говоря, я всерьез подумываю перейти на твой способ передвижения. — Простите? Линли кивнул в сторону улицы. — Купить себе мопед. — Да ну, мальчик рассмеялся. Тот чударом долет. Так приложился на нем на прошлой неделе. На нем даже не царапины. Правда, не очень на нем и видно. Он такой старый, что хватит болтать, Тедди. Резко перебил Джон Дэрру. — Займись, сделаем. Прервав таким образом разговор сына с лондонским полицейским, он и другим невольно напомнил о времени. Фермеры выложили на стойку мелочи банкноты. Старуха у камена громко всхрапнула и открыла глаза. Через несколько минут в пабе остались только Линли и Дэрру. Приглушенный рок-н-ролл, позвякивание посуды в буфете в квартире наверху означали, что Тедди действительно занят каким-то делом. — Он не в школе, — заметил Линли. Дэрру пкачал головой. — Он уже не учится. В мать пошел, не слишком любит книги. — Ваша жена не любила читать. — Ханна! — Ни разу не видел ее с книжкой в руках. Да у нее ни одной своей не было. Линли достала с кармана сигареты и, закурив, открыл папку с делом о смерти Ханны Дэрру. Вынул предсмертную записку. — Тогда это странно. — Откуда она могла это скопировать? Дэрру поджал губы, узнав листок, который уж показывал Линли. — Я вам уже все сказал. — Боюсь, что нет. Линли подошел к стойке бара, держа в руке записку Ханны. — Потому что ее убили, мистер Дэрру. — Издается мне, вы знали это все прошедшие пятнадцать лет. — Честно говоря, до сегодняшнего утра я был уверен, что это вы сами ее убили. А теперь у меня появились сомнения. Но я не уйду отсюда, пока вы не скажете мне правду. Джойс Синклер умерла, потому что слишком близко подобралась к истинной причине гибели вашей жены. — Напрасно вы думаете, что расследованием ее смерти прекратят заниматься только потому, что вы не желаете говорить о том, что на самом деле случилось тогда, в семьдесят третьем году. Подумайте еще раз. Или давайте поедем в Милденс Холл, побеседуем с констеблем Плейтером. Вы, Тедди, я. Если не поможете вы что-то, вероятно, сможет припомнить ваш сын. — Не смейте впутывать сюда парня. Он ничего не знает, он не может знать. — О чем знать? — спросил Линли. Владелец паба теребил фарфоровые краники на бочонках с Элем и пиум. И Цеве было сраженным. Линли продолжал. — Послушайте меня, Дэро. — Я не знаю, что-то у вас тогда случилось, но был изувязкий убит шестнадцатилетний паренек. Ровесник вашему, потому что оказался слишком близко от убийцы. К тому самому я чувствую это, который убил и вашу жену. А я знаю, что она была убита. Поэтому, ради бога, помогите мне, пока не прикончите кого-нибудь еще. Дэро подавно посмотрел на него. — Мальчик, вы говорите. Линли по его голосу понял, что в обороне Дэроу появились трещины. И тут же безжалостно надавил, воспользовавшись слабяной противника. — Гоу, Ванкилбрайт! — Он всего-то и хотел, чтобы поехать в Лондон и стать новым Джеймсом Бондом. Мальчишская мечта, понимаете? Но он умер на ступеньках судомойни в Шотландии. Его лицо и грудь были ошпарены, превратились в вареное мясо. А в спину мы воткнули кухонный нож. И вот если убийца теперь приедет сюда, чтобы узнать, сколько Джой Синклер удалось у вас выведать, как, скажите мне, ради бога, вы защитите жизнь своего сына или свою собственную от мужчины или женщины, которых вы даже не знаете? Дэру уж не скрывал, как тяжело ему делать то, о чем просил Валинли. Вернуться в прошлое, восстановить его, оживить. Только ради того, чтобы попытаться спасти себя и своего сына от убийцы, который с упсошительной жестокостью вторгся в их жизнь много лет назад, он решил заговорить, проведя языком по пересохшему губам. Это был мужчина. Дэру запер дверь паба, и они прошли к столику у камина. Он захватил с собой непочатую бутылку Олд, бушмился, открутил колпачок и налил в себя стакан. После чего долго молча пил, подбадривая себя перед тем, что неизбежно должно было прозвучать. — Вы пошли за Ханной, когда она ушла в тот вечер, — предположил Винли. Дэру вытер губы тыльной стороной ладони. — Ну да, она вместе с одной местной девчонкой должна была помогать мне в пабе, поэтому я поднял за ней наверх и нашел на кухонном столе записку. Только это была совсем не та записка, которая у вас в пабке. В то и говорилось, что она уезжает, едет с каким-то хлыщом в Лондон, чтобы играть на сцене. Линли почувствовал волнение, а то, что он, похоже, был на верном пути, и, судя по всему, несмотря на все услышанное от Сент-Джеймса, Хелен, Барбары Хеверс и Стинхерста, чутье в конечном итоге не подвело его. — Больше в записке ничего не было. Дэру мрачно покачал головой, посмотрел в стакан. От виски шел крепкий запах солода. — Нет, она мне сделала выволочку, что я не такой, как надо, и сравнивала, чтобы я точно понял, чего ей надо и почему она решилась уйти. Дескать, ей нужен был настоящий мужчина, который знает, как надо любить женщину, ублажать женщину в постели. Я, дескать, никогда не удовлетворял ее, никогда, но этот парень... Она описала, как он с ней это делал, чтобы... Если я когда-нибудь захочу зайти из женщины, то буду уже ученый, буду делать все, как надо. В общем, вроде как еще и одолжение мне сделала, написав все это. — Откуда вы знали, где ее искать? — Да увидел ее. Когда я читал записку, подошел к окну. Должно быть, она пару минут как ушла. Смотрю, идет с большим чемоданом, сворачивает на дорожку, к каналу, который проходит через Миддл-Холл-Фен, это на окраине нашей деревни. И вы сразу же подумали о мельнице. Я думал только о том, как добраться до чертовой сучки, как следует ее взгреть, но потом решил, что лучше ее выследить, поймать ее с ним уже в сласть от дел этих обоих. Поэтому я держался на расстоянии. Она не видела, что вы за ней идете. Было темно. Я держался другой стороны дорожки, где заросли погуще. Она раза два или три обернулась, и я подумал, что она догадалась, что я там, но она продолжала идти. Она немного опередила меня там, где канал сворачивает, поэтому я пропустил поворот на мельницу и прошел еще, наверное, ярдов триста. Когда я, наконец, сообразил, что потерял ее из виду, то стал прикидывать, куда она могла идти. Но идти у нас особо некуда, поэтому я быстро вернулся и пошел по тропинке к мельнице. Ярдов через тридцать наткнулся на ее чемодан. Она пошла дальше без него. Он был жутко тяжелый. Я подумал, что она пошла на мельницу, чтобы прислать за ним своего дружка, поэтому решил подождать и схватить его прямо на тропинке. А с ней бы разобрался на мельнице. Деру налил себе еще и подтолкнул бутылку клинли, но толпить не стал. — Однако за чемоданом никто не шел, — продолжал он. — Я подождал минут пять, только затем пробрался по тропинке, чтобы получше посмотреть, и только подошел к поляне, и из мельницы выходит этот парень. И Деру обижал ее вокруг. Я услышал только, как зашумел мотор машины, и он уехал. Вот так. — Вы его разглядели? — Где уж там? Здорово темно было. Я был слишком далеко. Через минуту я зашел на мельницу и нашел ее. Он поставил стакан на стол. В петле. — В точности так, как на полицейских фотографиях. — Ну да. Только из кармана пальто торчал краешек бумаги, поэтому я вытащил его. Это была записка, которую я отдал полиции. Когда я ее прочел, то смекнул, что тот малый хотел, чтобы подумали, что она сама. — Ясно. Но если бы вы оставили там чемодан, никто бы не подумал, что это самоубийство. — Значит, вы забрали его домой? — Да. Отнес наверх. Потом поднял тревогу с помощью записки из кармана. А то другую я сжег. Несмотря на все ужасы, которые пережил этот человек, Линли ощутил прилив злости. Загубили женщин. Безжалостно, хладнокровно. И пятнадцать — это смерть остается неотмещенной. — Но зачем вы это сделали? — спросил он. — Важно наверняка хотели, чтобы убийца был наказан. Взгляд Деру отразил на смешливую усталость. — Ты не представляешь, приятель, что значит жить в деревне, а? Не представляете? — Каково будет человеку, если все соседи узнают, что его вертихвостку жену удавил какой-то мерзавец, который, видите ли, умеет, как надо пристроиться в него между ног? — И удавил неброшенный муж, заметьте, которого все в деревне поймут, а тот самый его блюдо, который трахал ее за спиной мужа. — По-вашему, если бы я позволил всем узнать, что Ханна убита, ничто из этого не вышло бы наружу? Хотя в его голосе звучала неуверенность, Деру продолжил, словно отвечая. — А так Тедди хотя бы не знает, какой на самом деле была его мать. Ханну все равно уж было не вернуть. А покой Тедди стоил того, чтобы позволить убийце скрыться. — Пусть лучше его мать будет самоубийцей, чем его отец рогоносцем, — поинтересовался Линли. — Деру! — со всей силы припечатал кулаком по заляпанному столу. — Ну да! — Это ведь со мной он живет эти пятнадцать лет! Это мне он каждое утро смотрит в глаза! И когда смотрит, то видит мужчину, боже это мой! Никого-нибудь там скулящего гомика, который не мог заставить бабенку, на которой женился, выполнять супружеские обязанности! — Что думаете, тот парень смог бы удержать ее лучше меня? Он надел себе еще виски, небрежно расплескивая его, когда бутылка соскользнула с края стакана. Он наобещал ей преподаватели, уроки, роль в какой-то пьесе. Но когда все это прошло бы, что осталось бы? — Роль в пьесе? — Преподаватели? — Уроки? — Откуда вы все это знаете? Что было в записке? — Резко повернувшись к огню, Дэру не ответил. Но Линли уж понял, почему Джой Синклер названивал ему десять раз, чего она от него добивалась. Без сомнения, в порыве гнева он невольно проговорился. Существовал какой-то еще источник информации, который был очень даже нужен для ее книги. Или есть что-то еще, Дэру? — Дневники? Ответа не последовало. — Боже мой, дружище, вы уж зашли так далеко. Может, вы знаете имя убийцы? — Нет. — Тогда что вы знаете? — И откуда знаете? Дэру по-прежнему апатично смотрел на огонь. Но грудь его вздымалась от подавленных чувств. — Дневники! — сказал он. Девчонка всегда была чертовски самовлюбленной. Все записывала. Они были в ее чемодане вместе с остальными вещами. Линли знал, что если он спросит, где они, Дэру заявит, что уничтожил их много лет назад и выстрелил наугад. — Отдайте мне дневники Дэру. — Не могу обещать, что Тэдди никогда не узнает правды о своей матери, но, конечно, что от меня он ее не узнает. Подбородок Дэру дрогнул. — Как я могу? — пробормотал он. Линли продолжал давить. — Я знаю, что Джой Синклер разбередила вашу старую рану. Заставила вас страдать. Но ради бога, разве она это заслужила? Умирала одна с восемнадцатидюймовым кинжалом, воткнутым ей в горло. Неужели есть преступление, за которое следует наказывать столь чудовищно? А Гоуван, он же совсем мальчик, он вообще никому ничего не сделал и все равно погиб. Дэру, подумайте, дружище, мы не можем не считаться с этими смертями. Он сказал все, что мог. Оставалось только ждать, что надумает этот человек. Выстрелило в камине полено. Отскочил-скатился по решетке уголек. Над ними сын Дэру продолжал возиться в квартире. После мучительной паузы мужчина поднял оттяжелевшую голову. — Идемте в квартиру, — вяло произнес он. В квартиру можно было попасть по лестнице, скорее наружной, чем внутренней, которая шла по задней стене здания. Под ней посыпанная гравием дорожка вела через буйные заросли заброшенного сада к воротам, за которыми расселались бесконечные поля. Их монотонная ровность нарушалась изредка случайным деревом, каналом, неуклюжими очертаниями ветеринарной мельницы на горизонте. Все было почти бесцветным под этим меланхоличным небом. И отовсюду веяло густым запахом торфа, свидетельство бесконечной череды наводнений и разложений, без которых эта пустынная часть страны просто немыслима. В далеке ритмично постукивали дренажные насосы. Открыв дверь, Джон Дэру впустил Линли в кухню, где Тедди, стоя на четвереньках, у ведра с водой, окруженной коробками с чистящими средствами, тряпками и циновками, чистил закопченную плиту, по возрасту значительно старше его самого. Пол бы мокрым и грязным. — Из радио на стойке! — орал простужным голосом певец. При их появлении Тедди отвлекся от своих тяжелых трудов, скорчив обезоруживающую гримасу. — Да она слишком долго дожидалась, пап. Тут надо действовать не тряпкой, а долотом. Он ухмыльнулся, вытерев лицо рукой, отчего на щеке остался длинный след сажи. Дэру заговорил с ним с грубоватой нежностью. — Спустись вниз, парень, присмотри за папом, плита может подождать. Парень обрадовался и, вскочив на ноги, выключил радио. — Я каждый день буду понемногу ее скрести, ладно? И тогда он снова ухмыльнулся. — Глядишь, к следующему Рождеству очистим. Он жизнерадостно отсулитовал им и убежал. Когда дверь за мальчиком закрылась, Дэру сказал, я держу ее вещи на чердаке и буду благодарен, если вы там их и просмотрите, чтобы Тедди ненароком на вас не наткнулся и несу он нос куда не надо. Там холодно, так что пальто не снимайте, но свет там есть. Он провел его через скудно обставленную гостиную в темный коридор, куда выходили двери двух спален. В конце его имелся в потолке люк, через который можно было проникнуть в чердак. Дэру толкнул дверь вверх и выдвинул вниз складную металлическую лестницу, довольно новую на вид. Словно прочитав мысли Линли, он сказал, — Я прихожу сюда время от времени, когда мне нужно напомнить себе об этом. Напомнить? Дэру снова ответил на вопрос сухо. — Когда меня тянет к женщине? — Приду, полистаю тетрадки Ханны, и никакого зуда, как рукой снимает. Он поднялся по лестнице. Чердак очень напоминал гробницу. Здесь было пугающе тихо, очень душно, почти так же холодно, как на улице. На картонных коробках и сундуках густым слоем лежала пыль. При малейшем движении она вздымалась вверх удушающими клубами. Помещение было маленьким, пропитанным запахами времени, слабым ароматом комфоры, одежда, отдающей плесенью и древесной гнилью. Робкий лучик дневного света пробивался сквозь единственное — все в полосах окошка под самой крышей. Дэру потянул за шнурок, свисавший с потолка, и лампочка выпустила конус света. Он кивнул в сторону двух сундуков, стоявших по обе стороны от единственного деревянного стула. Линли заметил, что ни на стуле, ни на сундуках пыли не было, и спросил себя, как часто Дэрона вещает эту могилу своего брака. — Ее вещи лежат как попало, — сказал мужчина, — потому что меня не очень заботило, что я со всем этим сделаю. В ту ночь, когда она умерла, я в спешке вывалил ее шмотки из чемодана в комод, перед тем, как звать деревенских на помощь. А уж потом, после похорон, запихнул все это в эти два сундука. — Почему на ней в ту ночь были два пальто и два свитера? — Жадность, инспектор. В чемодан уже не лезла. А взять хотелось, вот пришлось бы либо надеть, либо так нести. Надеть было проще. Было довольно холодно. Дэрру достал из кармана связку ключей, открыл сундуки и откинул на обоих крышки. — Я вас здесь оставлю, дневник, который вам нужен сверху стопки. Когда Дэрру ушел, Линли надел очки для чтения. Но он не сразу взял пять тетрадок в переплетах, которые лежали поверх одежды. Сначала он решил осмотреть вещи, хотел понять, какой была ханна Дэрру. Вещички были из тех, что шьются подешевле, в надежде, что сойдут за дорогие. Они были все вызывающими. С ветра, расшитые бусинами, облегающие юбки, короткие просвечивающие платья с очень открытым вырезом. Брюки с узкими, расклешенными книзу штанинами и застежкой молнии спереди. Когда он осмотрел брюки, то увидел, что материал растянулся, отъехав от металлических зубцов, значит, на ней сидели очень плотно, облегая фигуру. От большой пластиковой косметички исходил специфический запах жира. Там лежала разнообразная недорогая косметика. Набор теней, с полдюжни тюбиков очень темной помады, приспособление для завивки ресниц, тушь, три или четыре лосьона, пачка ваты. В кармашек засунуты противозачаточные таблетки на пять месяцев. Одна из упаковок была на счета. Пакет из норвежского магазина был битком набит новым дамским бельем и снова полная безвкусица. То, что простая и деревенская девушка считает очень соблазнительным, чем можно сразить мужчин. Крошечные трусики из алых черных пурпурных кружев вместе с поясами для чулок того же материала и цвета. Прозрачные бюстгальтеры, вырезанные до самых сосков и украшенные игривыми бантиками. В стратегически важных местах. Две ночные сорочки без лифа. Его заменяли две широкие атласные полосы, которые перекрещивались от талии к плечам, почти ничего не скрывая. Под всем этим лежала пачка фотографий. На каждой была впечатлена Ханна. Каждая выгодно демонстрировала ее достоинство. Позировала ли она на приступке у изгороди? Смеялась ли сидя на лошадке или на скамейке, и ветер трепал ее волосы? Возможно, это были ее рекламные фотографии. Или, возможно, ей требовалась уверенность в том, что она красивая, или подтверждение, что она вообще существует? Линли снялся с тупки верхнюю тетрадь. Обложка потрескалась от времени, несколько страниц склеились вместе, а часть других покоробилась от сырости. Осторожно пролистал их, пока не нашел последнюю запись. На третьей странице. Сделанная 25 марта 1973 года, она была написана тем же детским почерком, что предсмертная записка. Но в отличие от той записки здесь было полно ошибок. — Решено! — Я уезжаю завтра вечером. Я так рада, что это, наконец, между нами решено. Сегодня вечером мы говорили и говорили, несколько часов, пока все не спланировали. Когда все было, наконец, то решено. Я захотел любить его, но он сказал, что у нас нет времени, хан. И на минутку я подумал, что, может, он разозлился, потому что он даже оттолкнул мою руку. Но потом он улыбнулся этой своей милой улыбкой и сказал, — Дорогая, любимая, у нас будет для этого уйма времени каждую ночь, как только мы приедем в Лондон. Лондон! Лондон! В это же время завтра. Он сказал, его квартира готова, и что он обо всем позаботится. Не представляю, как я проживу завтрашний день без него. Дорогой, любимый! Лин Ли поднял глаза к единственному окошку. На чердаке посмотрел на пылинки, пляшущие прямоугольники слабого света. Он не ожидал, что его могут хоть сколько-нибудь тронуть излияние женщины. Умершие так давно, женщина, которая грубо размалевалась, кричащей одевалась, стремясь разбудить похоть, но при этом мечтала, и пылко мечтала о новой жизни в Лондоне, который был для нее землей обетованной, землей благодати. Однако ее наивные слова действительно почему-то тронули его. К своей жизнерадостной уверенности она была похожа на умирающие от жажды растений, вдруг рассветшие благодаря чему-то умению и заботе. Даже несмотря на неуклюжую чувственность, от откровений ее веяла простодушная невинность. Не знавшая жизни, Ханна Деру в конце концов превратила себя в идеальную жертву. Вон принеса листать страницы назад, бегло просматривая записи, ища тот момент, когда начались ее отношения с неизвестным мужчиной. Вот запись от 15 января 1973 года. По мере того, как Линли читал, он чувствовал, как его постепенно согревает огонь уверенности. «Никогда у меня не было дня лучше, чем сегодня в Норвичи, чему трудно поверить после ссоры с Джоном. Мы с мамой пошли там в магазин, потому что она сказала, что меня надо как следует утешить. Мы зашли к тете Пэмми и взяли ее с собой. Она снова прикладывалась с утра, и от нее пахло джином. Это было ужасно. За обедом мы увидели афишу, и Пэмми сказала, что мы вполне заслужили развлечения, поэтому она повела нас в театр. Ниначка хотела соснуть. Так здорово храпела, что мужчина сзади пнул ее кресло. Я никогда раньше не видела пьесу, кто б знал. Она была прогирца-гиню, которая бродит среди папоротника, а после ее удавили. А все остальные позакалывали друг друга кинжалами. Один мужчина все говорил, что он волк. Ну и представление я вам скажу. Но костюмы были что надо. Я никогда ничего подобного не видела в таких длинных платьев и шапочек. Да, мы такие красивые, а мужчины были в таких смешных колготках с сумочками спереди. А в конце они передали той герцогине цветы, и люди встали и хлопали. В программке я прочитала, что они ездят по всей стране и дают представление. Здорово. И мне тоже захотелось что-то такое сделать. Ненавижу П. Грин. Иногда от этого паба мне хочется завизжать. А Джон хочет делать это со мной все время. А я просто больше этого не хочу. Мне все еще плохо после маленького, но он мне не верит. Затем последовала неделя, когда она просто перечисляла события своей деревенской жизни. Стирка, уход за младенцем, ежедневные разговоры с матерью по телефону, убор квартиры, работа в пабе. Подруг у нее, похоже, не было. Работа, телевизор, вот и все развлечения. Дальше Линли наткнулся на подходящую запись от 25 января. — Кое-что произошло. Не могу этому поверить, даже когда об этом думаю. Я наврала Джону, сказала, что у меня опять кровотечение, что мне надо к доктору. К новому доктору в Норвиче, специалисту, я сказала. Сказала, что поужинаю у тети Пэми, чтобы он не волновался, если я буду поздно. Не представляю, как я умудрилась так все сказать. Я просто хотела снова увидеть эту пьесу и эти костюмы. Место мне досталось не очень хорошее, далеко, и очков у меня с собой не было, и пьеса была другая. Жуткая скокотища, много людей, и все говорят о женитьбе, что надо уехать, эти три дамы ненавидеть другую, на которой женился их брат. Но вот удивительно, это были те же самые актеры, но в другой пьесе они были совсем другие, и как только они не путаются. Когда все кончилось, я пошла к задней двери, подумала, что, может, перекинусь словечком двумя с кем-то из них, или он подпишет мне программку. Я ждала час, но все выходили парами или группами, только один человек вышел один. Не знаю, у кого он играл, потому что я ведь сидела слишком далеко, но я захотела, чтобы он подписал мне программку, но только испугалась. Поэтому я за ним пошла, не представляю, что на меня нашло. А он вошел в паб и взял поесть и выпить, и я наблюдала за ним, и, наконец, просто подошла и сказала, «Ведь вы играли в той пьесе, да? Не подпишите мне программку». Вот так. Господи, какой же он красивый! Он здорово удивился и предложил сесть рядом. И мы говорили о театре, и он сказал, что занимается этим много лет. Я ему сказала, что сильно мне понравилась пьеса про герцогиню, какие там были красивые костюмы. И он спросил, не хочу ли я вернуться в театр и как следует все рассмотреть. Он сказал, что вблизи там не на что смотреть. Он сказал, что я, может быть, даже могу примерить какой-нибудь костюм, если там никого не будет. И мы туда вернулись. За сценой так много места, я даже не представляла. Все эти костюмерные ком-то ожидания, и на столах полно бутафории, а декорации, они сделаны из дерева, а выглядят как каменные. Мы пошли в костюмерную, и он показал мне кучу костюмов. Они были из бархата. Мягче не бывает. Тогда он сказал, хочешь примерить, никто не узнает, и я примерила. Только когда я его снимал, а мои волосы запутались, и он стал распутывать их, а потом начал целовать меня в шею и всю меня гладить. Там в углу стояла кушетка, но он сказал, нет, нет, прямо здесь на полу, и он бросил на пол все костюмы, и мы занимались любовью прямо на них. Потом мы услышали в театре женский голос, и я здорово испугалась, а он мне сказал, плевать, кто это. О, Боже, мне плевать, мне плевать, и он так счастливо засмеялся, и снова мне накинулся, и было совсем не больно. Меня бросало то в жар, то в холод, а внутри что-то делалось, а он смеялся и сказал, глупышка, вот как это должно быть. Он спросил, приеду ли я к нему на будущей неделе, приеду ли я. Я приехала домой после полуночи, но Джон все еще был в пабе, так что он не узнал. Надеюсь, он не хочет этого, не понимаю, но с ним все еще больно. В следующие пять дней дневники были посвящены воспоминаниям о любовных играх и о всякой чувствительной чепухе, какой напичканной мозги молоденькой женщины, когда в первый раз мужчина полностью пробуждает ее к радостям, вместо обязанностей, плоти. На шестой день появились другие мысли. Запись от 31 января. Он не останется здесь навсегда. Он тут на гастролях, и они все, и они уедут в марте. Не могу даже подумать об этом. Завтра я с ним увижусь. Попытаюсь взять его домашний адрес. Джон спрашивает, зачем я сною еду в Норвич, а я сказала к врачу. Я сказала, что у меня сильные внутренние боли, и что доктор сказал, чтобы он меня не трогал, пока они не пройдут. Сколько, — захотел он узнать, — что за боли. Я сказала, — когда ты это со мной делаешь, мне больно. И доктор сказал, что так быть не должно, поэтому ты не должен этого делать, пока боль не прикатится. Мне плохо с рождения, Тедди, — сказал я ему. Не знаю, поверил ли он мне, но не трогает меня, слава богу. На следующей странице она сообщала о встрече с своим любовником. Он привел меня к себе домой. Ну, там ничего особенного. Безобразная комната в старом доме у собора. У него тут ничего почти нет, потому что его настоящий дом в Лондоне. И я не понимаю, зачем он поселился так далеко от театра. Он говорит, что любит ходить пешком. Кроме того, он сказал с этой своей улыбкой, что нам много не надо, верно? Он раздел меня прямо у двери. И сначала мы делали это стоя. Потом я сказал ему, что знаю, что он уезжает в Марсе и с труппой. Я сказал, что, думаю, могла быть актрисой. По виду это нетрудно. Я могу играть не хуже тех дам, которых я видела. Он сказал, да, что мне следует об этом подумать, что он может устроить мне уроки актерского мастерства у преподавателей. А потом я сказал, что хочу есть, и не могли мы куда-нибудь пойти поесть. А он сказал, что тоже голоден, но ему нужна не еда. Очевидно, что в течение следующей недели у Ханны не было никаких встреч с этим мужчиной. Но большую часть своего времени она проводила, планируя их совместное будущее. Как они будут в театре вместе. С помощью которой она собиралась привязать его к себе и сбежать из Порт-Хилл-Грин. Десятого февраля коротко написала о своих планах. Он меня любит. Он сам так сказал. Мама бы сказала, что все мужчины так говорят, когда ты их ублажаешь, и верить им нельзя, пока они не натянут штаны. Но на совсем по-другому. Я знаю, что он говорит правду. Я все обдумала, и лучше всего, мне кажется, присоединиться к его труппе. Мне большую роль, конечно, не дадут. Я не очень-то знаю, что делать, но у меня довольно хорошая память. Если я буду в труппе, мы не будем волноваться, что будем врозь. Я не хочу его потерять. Я дала ему номер, так что он может звонить мне сюда, в квартиру. Но он еще и не звонил. Я знаю, что он занят. Но если он не позвонит мне до завтра, то поеду в Норвич, подожду его у театра. Ее поездка в Норвич была описана только 13 февраля. Столько всего случилось. Я таки поехала в Норвич, ждала и ждала около театра. Потом он вышел. Но не один. С ним была одна дама из пьесы и другой мужчина. Они разговаривали, похоже, как ссорились. Я позвала его по имени. Сначала он меня не услышал, поэтому я подошла и тронул его за руку. Они все как онемели, когда это заделало. Тогда он улыбнулся мне и сказал, — Здравствуй, я не видел, что ты здесь. Ты давно ждешь? Извини на минутку. И они с этой дамой и другим мужчиной подошли к машине. Дама и мужчина сели в нее и уехали, а он вернулся ко мне. Злой-призлой. А я ему говорю, почему ты меня им не представил? А он сказал, что я тут делаю, не сообщив, что приеду. А я спросил, а зачем, что ты меня стесняешься? И он сказал, не будь дурой, разве ты не знаешь, что я пытаюсь устроить тебя в труппу. Но я не могу сделать это слишком быстро, пока ты не готова. Они профессионалы и не примут никого, кто тоже не профессионал. Поэтому начинай вести себя как профессионал. Тогда я заплакала. И он сказал, о, черт, хан, не надо, идем. И мы пошли к нему домой. Боже, я пробыла у него до двух ночи. Вернулась домой позавчера, и он сказал, что добивается для меня прослушания, но я должна заучить очень трудную сцену из пьесы. Я надеялся, что это будет роль Гирца Агини, но это было из другой пьесы. Он хотел переписать роль, а потом выучить. Она показалась мне ужасно длинной, и я спросил, зачем мне писать, и почему он не может просто дать мне сценарий. Но он сказал, что их мало, и пропажу заметят. Тогда все узнают, и мое прослушание не будет сюрпризом. Поэтому я стала переписывать, но я не закончила, и придется ехать туда завтра. Мы занимались любовью. Он сначала вроде и не хотел, но потом все было хорошо, и он выглядел счастливым. От Линли не укрылась легкая небрежность, уже сквозившая в последней фразе. Удивительно, что Ханна сама этого не заметила. Но, видимо, она была настолько одержима желанием попасть в театральную труппу и начать жизнь снова мужем, что пропустила тот момент, когда занятие любовью превратилось в обыденную рутину. Следующая запись была сделана 23 февраля. Тедди болел пять дней очень сильно. Джон все говорил и говорил мне об этом, пока я подумал, что сейчас закричу. Но я два раза уезжала, чтобы закончить переписывать свою роль. Не знаю, почему я не могу взять сценарий, но он говорит, что они узнают. Верит мне выучить слова и не волноваться, как сыграть. А сам, потом, черт, покажи мне, как играть. Конечно, он знает, как это делается. Уж это-то он делать умеет. В любом случае, это всего восемь страниц. Поэтому вот что я хочу сделать. Удивить его. Я сыграю ее для него. Тогда он больше не будет сомневаться. Иногда мне кажется, он все же во мне сомневается. Кроме когда мы в постели. Он знает, что я от него без ума. Когда он рядом, мне всегда хочется его раздеть. Ему это нравится. Он говорит, Боже, Ханна, ты знаешь, знаешь, что мне нравится. Да, ты действительно знаешь лучше других, ты лучше всех. Потом он забывает, о чем мы говорили, и мы это делаем. Несколько следующих записей. Ханна посвятила подробному описанию тех постельных у тех. Эти страницы были сильно истрепаны. Джон Дэру без сомнения обращался именно к этой части дневника, когда хотел вспомнить свою жену в наихудшем свете. Она была очень скрупулезна в описаниях, ничего не упускала и в качестве итога сравнивала способность своего мужа и его действия с квалификацией любовника. Это была очень жестокая оценка. Такой мужчина не сразу сможет пережить. Теперь Линли довольно четко представлял, какой была ее прощальная записка Джону Дэру. Предпоследняя запись была 23 марта. Всю неделю, пока Джон был внизу в пабе, я тренировалась. Тедди смотрит на меня из своей кроватки и смеется, а ему странно видеть, как мамочка ходит с важным видом, точно русская дама. Но получалось ничего себе. Это было совсем нетрудно. Через две ночи я буду в Норвиче, и мы решим, что делать, когда будет мое прослушание. Не могу дождаться. Я тоскую по нему ужасно. Сегодня утром Джон накинулся на меня, как свинья. Он сказал, что уже два месяца, как доктор, все запретил, и он устал ждать, пока он разрешит. Меня чуть не вырвало, когда он сунул мне в рот язык. Клянусь, от него воняло дерьмом. Он сказал, теперь лучше, правда, хан? И дело так больно, что я еле сдерживала, чтобы не закричать. Как подумаю, что еще два месяца назад я думал, что так и должно быть, и что я должна терпеть. Теперь мне смешно. Теперь-то я знаю. Я решил рассказать об этом Джону перед уходом. Он это заслужил после сегодняшнего утра. Он думает, что он такой мужчина. Если бы он знал, что настоящий мужчина, и я делаю им друг с другом в постели, он, наверное, упал бы в обморок. Боже, не знаю, как выдержу еще два дня, пока снова его не увижу. Я так по нему скучаю. Я по-настоящему его люблю. Линли захлопнул тетрадь, потому что замечания Ханны Дэро о театре сошли с воедино, как, наконец-то, собранная головоломка. Ходит с важным видом, как русская дама. Пьеса о мужчине, который женился, и сестры, которого ненавидят его жену. Люди без конца говорят об отъезде и женитьбе. И сама афиша огромная, как жизнь, на стене кабинета Ларда Стинхерста. Три сестры. Норвич. Жизнь и смерть Ханны Дэроу. Он начал копаться в ее вещах, перебирая сумочки, перчатки, украшения, но не нашел того, что искал. Да то во втором сундуке на самом дне, под цветерами и туфлями, под девичьим альбомом для наклеивания вырезок, полный вырезок из газеты разных памятных пустяков, лежала старая театральная программа. Он молил Бога, чтобы она там нашлась. К ее обложке были прицеплены очки Ханны в тонкой металлической оправе. По диагонали обложка была разделена полосой, разграничивая названия двух пьес, которые представляла труппа. Они были напечатаны яркими буквами, белыми на черном, верхней части в нижней, герцогиня Мальфи и три сестры. Линли нетерпеливо листал страницы, ища состав исполнителей. Но, дойдя, уставился на него, не веря своим глазам, едва веря в циничную и насмешливый случай, который руководил подбором исполнителей для этих спектаклей. Потому что, за исключением Айрин Синклер, егорский актер-факт-рис, который его не интересовали, все остальные были те же самые. Джоанн Эллокорт, Роберт Габриэль, Рис Дэвис Джонс и даже Джереми Винни в маленькой роли. Она, конечно, и стала лебединой песней его недолгой сценической карьеры. Линли отбросил программку в сторону, встал со стула и прошелся по этой маленькой конуре, потирая лоб. Наверняка было что-то, чего он не заметил в тех записях, которые Ханна посвятила своему любовнику. Что-то, что указывало бы на его личность, пусть косвенно, чтобы на что Линли не обратила внимания, не уловив, что это значит. Он снова уселся на стул и стал все перечитывать. Только с четвертого раза он нашел это. А сам потом, черт, покажи мне, как ее играть. Конечно, он знает, как это делается. Уж этот он делать умеет. Таких знатоков могло быть только двое. Режиссер постановки или актер, занятый в сцене, из которой была скопирована предсмертная записка Ханны. Режиссер, конечно же, знал, как показать дилетантке азы актерской игры. Или актер, задействованный в этом акте. Он тоже знал, как надо играть эту роль, поскольку сам был партнером, ее исполнительность уже на протяжении нескольких недель. Быстро сверившись с программкой, Линли увидел, что режиссером был лорд Стинхерст. Один ноль в пользу интуиции сержанта Хеверса. Теперь оставалось только найти, из какой части трех сестер взята предсмертная записка, которая играла роль в этой сцене. Потому что он теперь все четко представлял. Ханну, идущую намерен, чтобы встретиться с любовником, в кармане у нее восемь страниц текста, старательно переписанного ей от руки для прослушивания, и того, кто убил ее. Он взял эти восемь страниц, вырвал тот кусок, который больше всего годился для предсмертной записки, а остальное унес с собой, оставив ее тело на крюке. Линли закрыл сундуки, выключил свет, взял все тетрадки и программку. Внизу в гостиной сидел Тедди, положив ноги на дешевый, заляпанный пищей кофейный столик и ел с голубой жестяной тарелки рыбные палочки. На полу стояла пинта Элли, наполовину опустошенная. На экране маленького цветного телевизора мелькали. Какие-то люди, что-то спортивное, кажется, показывали слалом. Увидев Линли, парнишка вскочил и выключил телевизор. — У вас в доме есть какие-нибудь пьесы? — спросил Линли, заранее зная, каким будет ответ. — Это что ли книги с пьесами? — переспросил мальчик, покачал головой. — Ни одной. — Вы уверены, что вам нужна книга? У нас есть записи и все такое. Еще журналы. Он, похоже, понял, что книга требуется Линли, не для того, чтобы просто почитать. — Папа говорит, что вы полицейский. Говорит, чтобы я с вами не разговаривал. — А ты, я смотрю, его не слушаешься. По лицу мальчика скользнула насмешка. Он кивнул на тетради, который держал под мышкой Линли. — Про маму — да. Я их, между прочим, читал. Однажды вечером папа оставил ключи. Я прочел их все. Он неловко перекатился на пятках, сунув одну руку в карман синих джинсов. — Мы об этом не говорим. Думаю, папа не сможет. Но если вы поймаете этого парня, вы мне сообщите. Линли клебался. Мальчик снова заговорил. — Понимаете, она была моей мамой. Она не была идеальной, не была такой уж ученой, но она все равно была моей мамой. Мне она ничего плохого не сделала и себя не убивала. Нет, не убивала. Линли направился к двери, обдумывая, что ответить парню. Остановившись он, сказал, — Следи за газетами, Тедди. Когда мы поймаем человека, который убил Джой Синклер, это будет тот самый тип. — Вы арестуете его, и за мою маму тоже, инспектор. Линли хотел было солгать, чтобы избавить этого мальчика от очередного столкновения с неприглядной действительностью, но, глядя в его дружелюбное, в упрошающее лицо, понял, что не может этого сделать. Только если он сознается. Мальчик кивнул, по-детски изображая умудренность, а сам до боли стиснул челюсти. С вымоченной небрежностью он произнес, — Полагаю, нет улик. — Улик нет, но это тот самый человек, Тедди, поверь мне. Так повернулся к телевизу. — Я немного ее помню. Он стал нажимать на кнопки, не включив телевизора. — Поймайте его. Тихо сказал. Линли не стал останавливаться в Милденхолле, поскольку не был уверен, что там есть публичная библиотека, а сразу поехал в Нью-Маркет, где библиотека была точной. Приехав туда, он, однако, потерял двадцать минут из-за вечерних пробок на улицах и только в четверть шестого нашел здание, которое искал. Он припарковался в неположенном месте, оставив свое полицейское удостоверение на самом виду, прислонил к рулю и бродяился на лучшее. Начинался снегопад, и было дорого каждые мгновения. Чуть не бегом поднялся по ступенькам библиотеки, нащупав в кармане пальто сложенную театральную программку. Здание сильно пахло воском, старой бумагой, батарея топления, несчастье уж парили вовсю. Здесь были высокие окна, темные книжные полки, латунные настольные лампы, снабженные крошечными белыми абажурами, и огромный V-образный абонементный стол, за которым, сотрудник в хорошо сшитом костюме, заносил информацию в компьютер. Сие чудо техники выглядело весьма неуместным, столь древним антуражем, но компьютер хотя бы не производил шума. Линли подошел к картотеке, поискал Чехова. Не прошло и пяти минут, как он уже сидел за длинным, видавшим виды столом, раскрыв перед собой экземпляр трех сестер. Он начал просматривать текст, сначала читая только первую строчку, каждой реплики, однако на середине пьесы он осознал, что, судя по длине реплик, и потому, как была оторвана предсмертная записка, написанные ханы могли быть взяты из середины реплики. Он начал снова медленнее, и в то же время с озабоченностью, знавая, что плохая погода за окном затруднит движение транспорта в Лондон, ощущая уходящее время и то, что может происходить в городе, пока его нет. Ему потребовалось почти тридцать минут, чтобы найти монолог. Среди других десяти страниц в четвертом акте он прочел слова раз, потом другой, чтобы убедиться наверняка. Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. Мы не будем говорить об этом. Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья, и в сущности какая должна быть около них красивая жизнь. Надо идти, уже пора. Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так мне кажется, если я умру, то все же буду чувствовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая, твои бумаги, что ты меня дала, лежат у меня на столе под календарем. Но, оказывается, вообще был монолог мужчины, а не женщины. Рон Тузенбах разговаривает с Ириной в одной из финальных сцен. Линли вытащил с кармана норриджскую программку, открыл ее на составе исполнителей, провел пальцем по странице и обнаружил то, что он боялся и надеялся увидеть. В ту зиму 1973 года Тузенбаха действительно играл Рис Дэвис Джонс, Джоанна Элла Корт Ирину, Джереми Винни Феррепонто, а Роберт Габриэль Андрея. Вот оно последнее подтверждение того, что он искал. Сообразить, какой кусок текста лучше всего использовать может лишь тот, кто произносит эти строки из вечера в вечер. Человек, которому доверяла, Хеллен, человек, которого она любила и была уверена в его невиновности, Линли поставил книгу на полку и пошел искать телефон. Глава пятнадцатая Весь день леди Хеллен напоминала себе, что ей следует торжествовать. Ведь они сделали то, что она так страстно желала. А они доказали, что Томми неправ. Порывшись в прошлом лорда Стингхерста, они доказали, что почти все подозрения насчет Риса, Дэвис, Джонса, чтобы то бы он причастен к смерти Джои Синклер и Гоа Вана Килбрэйта были необоснованными. Сделав это, они придали расследование совершенно другое направление. Поэтому, когда сержант Хевис в полдень сообщила Сент-Джеймсу по телефону, что они привезли Стингхерста для допроса, и он признал, что брат его был связан с советами, леди Хеллен поняла, вот он момент окончательного триумфа. В третьем часу она покинула дом Сент-Джеймса и несколько часов провела в восхитительных хлопотах, предвкушая встречу с Рисом. Вечер, который станет одним из праздников их любви. Она несколько часов беспокойно бродила по улицам Найтсбриджа, пытаясь найти идеальное обрамление для своего настроения. Но только довольно скоро обнаружила, что не очень-то понимает, какое у нее настроение. Она ни в чем не была уверена. Сначала она уговаривала себя, что ее смятение вызвано тем, что Стингхерст не признался ни в убийстве Джои Синклер, ни в убийстве Гоуана Килбрейта. Но она понимала, что не сможет долго цепляться за эту ложь, ведь если Стратклайдский отдел уголовного розыска сможет найти волосок, пятнышко крови или незамеченный отпечаток пальца, что-то, что свяжет смертью в Шотландии со Стингхерстом и придется взглянуть правде в глаза. Нынешнее беспокойное состояние вызвано отнюдь не выяснением того, кто все-таки на самом деле виновен. Все дело было в Томе, в его полном отчаянии и в его последних словах, сказанных ей прошлым вечером. И все-таки она понимала, какой бы боль не испытывал Томми, нельзя допустить, чтобы он повлиял на нее сейчас, потому что Рис был невиновен, невиновен. Она так сильно цеплялась за эту веру на протяжении последних четырех дней, что почти не могла думать ни о чем другом, вернее, не позволяла себе отвлечься. Ей так важно было, чтобы все поняли, что на Риса возвели напрасленно, чтобы все ее увидели таким, какой на самом деле все, а не только она. Был уже восьмой час, когда ее такси затормозило возле ее дома на Onslow Square. Шел сильный снег, беззвучные порывы налетали с востока, нагромождая мягкие сугробы вдоль железной ограды, который был обнесен газон в центре площади. Когда леди Хелина вышла на морозный воздух и почувствовала на щеках и ресницах нежные покалывания снежинок, она мгновение помедлила, любуясь переменами, которые свежий снег всегда несет городу, затем, поежившись, подхватила свои пакеты и взбежала по выложенным плиткой ступень. Она порылась в сумочки, ища ключи, но не успела их найти, как дверь распахнула служанка, поспешно втянувшую ее внутрь. Каролина Шеффер служила у леди Хелен последние девять лет, хотя была на пять лет моложе своей хозяйки, была предана леди Хелен до страсти и была в курсе всех ее дел. Так что, не успев захлопнуть дверь, при этом порыв морозного ветра на миг взметнул вверх облако ее черных волос, она затороторила. Слава Богу, я так о вас беспокоилась. Вы знаете, что уже восьмой час, и лорд Ашертон все звонил и звонил и звонил весь последний час, и мистер Сент-Джеймс тоже, и эта дама сержанты Скотленд-Ярда, а мистер Дэвис Джонс уже сорок минут дождается вас в гостиной. Леди Хелен слушала ее в полуха, восприняв только последнюю фразу. Пока неторопливо поднимались по лестнице, она передала свертке Каролине. Боже, неужели я так припозднилась? Рис, на ли, на уши извелся от отчаяния. И потом, сегодня у тебя свободный вечер, да? И извини меня, Каролина, ты очень из-за меня опоздала на свидание с Дантоном. Он простит меня? Каролина улыбнулся. Простит? Куда денется, если я хорошенько постараюсь? Я только заброшу все это в вашу комнату и побегу. Леди Хелен и Каролина занимали самую большую квартиру в доме. Семь комнат на втором этаже с большой квадратной гостиной, которая выходила окнами на площадь. Шторон на французском окне, снаружи которого имелся засыпанный снегом балкончик, были раздвинуты. Смотревший на улицу Рис Дэвис Джонс тотчас повернулся, услышав, что вошла леди Хелен. Они почти весь день продержали Стин Херста в Скоттленд-Ярде, проговорил он, нахмурившись. Она помедлила у двери. Да, знаю. Они действительно думают. Не могу это поверить, Хелен. Я знал Стюарта много лет, он не мог. Она быстро подошла к нему. Ты много лет знал всех этих людей, не так ли, Рис? И все же один из них убил ее, один из них убил Гоу Вана. Но Стюарт, нет, я не могу. Господи, боже мой, почему? Гневно спросил Дэвис Джонс. Он стоял против света, поэтому она не видела его лица, лишь слышала в голосе его настойчивую мольбу о доверии. Она действительно ему доверяла, всецело, но даже это не могло заставить ее рассказать ему подробности о семье Стин Херста и его прошлом, потому что это означало предать Линли, раскрыть все его промахи и ошибки, которых было сделано так много за последние несколько дней. Нет, во имя долгой дружбы, связывавшей их с Линли, неважно, теперь дружбе этой. Похоже, пришел конец, она никак не могла выставить его на посмешище, пусть даже и заслуженной. Я думала о тебе весь день, ответила она, жавхивая ладонь. Томми знает, что ты не виновен, а я это знала с самого начала, и теперь мы здесь вдвоем, разве что-то может быть важнее этого. она почувствовала, как его напрягшиеся мышцы обмякли, его напряженность растаяла, он потянулся к ней, и лицо его смягчилось, потеплело от этой его потрясающей улыбки. О, Боже, ничего, ничего не существует, Хелен, только ты и я. Он притянул ее к себе, целуя, шепча единственное слово «люблю». Ужасы прошедших дней уже ничего не значили, теперь они позади, и жизнь продолжается. Он увел ее от окна к дивану, стоявшему в противоположном конце комнаты у низкого камина. Усадив ее рядом с собой, он снова поцеловал ее уже крепче, с нарастающей страстью, которая разжигала ее. После долгого поцелуя он поднял голову и провел пальцами, легкими, как пушинки по ее подбородку, по шее. Это безумие, Хелен. Я приехал, чтобы отвезти тебя поужинать, а сам думаю только о том, как уложить тебя в постель, и мне стыдно признаться немедленно, давай лучше пойдем, пока я вообще не потерял интереса к ужину. Она поднесла ладонь к его щеке, нежно улыбнувшись, когда ощутил ее жар. В ответ на этот жест он что-то пробормотал, снова наклонился к ней, его пальцы принялись расстегивать пуговицы на ее блузке. Затем тепло его губ двинулось по ее галеной шее и плечам, его пальцы коснулись ее груди. Я люблю тебя, прошептал он, и снова нашел ее рот. Резко звонил телефон. Они отскочили в разные стороны, словно кто-то вошел, и стояли, виновата глядя друг на друга, пока надрывался телефон. Только после четырех двойных дребезжащих звонков леди Хелен сообразила, что Каролина, и так уже сдержавшаяся на целых два часа в свой свободный вечер ушла, они были совершенно одни. Со все еще сильно бьющимся сердцем она вышла в коридор и подняла трубку на девятом звонке. Хелен, слава богу, слава богу, Дэвид Джонс с тобой? Это был Линли. Его до предела напряженный голос был полон такой очевидной тревоги, что леди Хелен застыла, лишившей способности соображать. Что такое, а где ты? Она поняла, что шепчет, хотя не собиралась. Я в телефонной будке рядом с Бишопс, с Торфордом, на М1 серьезная авария, а все боковые дороги, где я пытался проехать, замело снегом. Я не знаю, когда доберусь до Лондона. Хеверс все еще с тобой не говорила, а Сен-Джеймс не звонил. Черт возьми, ты мне так и не ответила. Дэвис Джон с тобой. Я только что пришла домой, что такое, что случилось? Да ответь же, он с тобой. В гостиной есть так и сидел на диване, только нагнулся к огню, глядя на догорающие языки пламени. Леди Хелен видела, как на его лице и кудрявых волосах пляшут блики и тени, но она не произнесла ни слова. Что-то в голосе Линли заставил ее молчать. Он заговорил очень быстро и ужасающе убежденно, не давая ей ни единого шанса ему не поверить. Послушай меня, Хелен, была одна девушка, Ханна Деруа. Он познакомился с ней в конце января 73-го года, когда играл в трех сестрах в Норвичи. У них был роман. Она была замужем, с младенцем. Она решила бросить мужа и ребенка уйти к «Она пройдет прослушивание в театре». Заставил разучивать роль, которую он для нее выбрал, и она верила, что после этого прослушивания он заберет ее с собой в Лондон. Но в ночь, когда они должны были уехать, он убил ее, Хелен, а потом инсценировал самоубийство, повесил ее мертвую на крюк в потолке. Все происходило на мельнице. И удалось лишь прошептать «На, нет, Стинхерст, смерть Джои не имеет к Стинхерстам никакого отношения». Она собиралась написать о Ханне Дерроу в своей новой книге, но на свою беду рассказала об этом Дэвис Джонсу. Она позвонила ему в Уэльс, на магнитофоне найденного ее сумочки, даже было напоминание себе не забыть спросить у Дэвис Джонса, как подкатиться к Дону Дерроу, мужу Ханны. Разве ты не понимаешь? Он все время знал, что она пишет эту книгу, он знал уже в прошлом месяце, поэтому он убедил Джой, что вам с ней лучше поселиться в смежных комнатах, чтобы наверняка получить к ней доступ. А теперь, ради Бога, мои люди ищут его шести часов, скажи мне, Хелен, он с тобой? Все и унутро восстало, чтобы не дать ей заговорить. В глазах защипало, горло сдавило, словно зажали тисками, хотя она уже не желала ничего вспоминать, она явственно услышала голос Риса, и вот так легко сказано ей в Эстербри слова, полные укор о себе, я отрабатывал зимний сезон в Норфолке и в Суфолке, когда я вернулся в Лондон, она уже уехала. Ханна Деру оставила дневник в отчаянии, говорил Линли, и схранила программку той пьесы, я видел и то, и другое, я прочел его, Хелен, прошу тебя, дорогая, я говорю тебе правду. Хелен, как сквозь пелену, видела, как Рис встает, идет к огню, увидела, что он берет кочергу, смотрит ее в сторону, его лицо было мрачно, нет, это невозможно, нелепо, и ничто не угрожает, кто угодно, только не Рис, он не был убийцей, он не убивал свою двоюродную сестру, он не мог никого убить, но Томми все еще говорил, а Рису, видимо, уже надоело просто так сидеть. Он устроил все так, чтобы она переписала сцену из пьес своим почерком, а затем взял часть написанного, чтобы сварганить предсмертную записку самоубийцы, но слова они были из одного монолога в этой пьесе, они принадлежали Тузенбаху, а Тузенбаха играл он, он убил трех человек, Хелен, Гован умер в меня на руках, ради бога, ответь мне, скажи, сейчас же. Ее губы дрогнули и все-таки произнесли это ненавистное слово, Рэн так старалась удержать себя, да, услышала она свой голос, он там, да, снова выдавила она, вы одни, да, о боже, Каролины, нет, как легко было его говорить, такое простое слово, да, пока Линли продолжал говорить, Рэй снова повернулся к огню, помешал угли в камине, добавил еще полен и снова откинулся на спинку дивана. Наблюдая за ним, осознавая, что она сейчас совершила, какой сделала выбор, леди Хелен почувствовала сжение слез в глазах и спазм в горле, она поняла, что пропала. — Слушай меня внимательно, Хелен, я хочу установить за ним наблюдение, пока мы не получим окончательные данные судебной экспертизы и эстрад Клайда, я мог бы арестовать его и сейчас, но что толку? Очередной допрос без всяких результатов, поэтому сейчас я позвоню в отдел, они прошлют констебле, но он прибудет только минут через двадцать, ты можешь задержать его на это время, это не опасно? Она боролась с отчаянием и не могла говорить. Голос Линли снова наполнился тревогой. — Хелен, ответь мне, ты можешь продержаться с ним двадцать минут, можешь, ради Бога. Ее губы вдруг пересохли, стали непослушными. — Я справлюсь, это довольно просто. Линли на мягу умолк, словно пытался постичь некий тайный смысл ее ответа, затем резко спросил, что ему нужно от тебя. Она молчала. — Ответь мне, он пришел переспать с тобой. Когда она опять ничего не сказала, он закричал. — Хелен, прошу тебя! Она услышала свой безнадежный шепот. — Что ж, на эту красу идут нужные тебе двадцать минут, верно? — Нет, Хелен, не! — вырвалась у него, но она уже повесила трубку. Она стояла, опустив голову, пытаясь собраться с духом. — Томми уж звонит в Скотленд-Ярд, значит, время пошло, эти двадцать минут начались. Странно, подумалось ей. Ни малейшего страха, стук сердца отдавался в ушах, в горле пересохло, но она не боялась. Одна в квартире с убийцей, Томми за многие мили от нее и снегопад мешал ему выбраться, но она ничуть не боялась. И когда совсем близко подступили горячие слезы, до нее вдруг дошло, почему она не боялась, просто ей уже было все равно. Ничто в этой жизни больше не имело значения, а уж тем более останется она живой или умрет. Барбара Хейвер взяла трубку в кабинете Линли после второго звонка. Четверть восьмого, значит, она сидела за его столом уже больше двух часов. Горло соднило от множества выкуренных сигарет, а нервы, она была на грани срыва. Услышав наконец-то голос Линли, она испытала такое облегчение, что от радости набросилась на него с проклятиями, но он тут же резко ее перебил. — Хейверс, где констабль НКАТа? — НКАТа, то, — повторила она, ушел домой, — разыщите его, пусть он отправится на Оонс-Лу-Сквер, немедленно. Она задушила сигарету и взяла листок бумаги. — Вы нашли Дэвид Джонса? — Он в квартире Хейлин. Я хочу установить за ним наблюдение, Хейверс, но если до этого дойдет, мы его возьмем. — Как? Почему? Она решила, что ослышалась. — Нам практически не с чем работать. Эта ниточка к Ханне Дэру увидит Бог такая же тонкая, как и та, что выводит на Стинхерста. Вы же сами мне сказали, что все до одного, кроме Айрин Синклер, участвовали в той постановке в Норвиче, в 73-м. Это по-прежнему включает Стинхерста и потом Макаскин. — Хейверс, у меня нет времени на споры. Просто делает, что я говорю. — Как только вы это сделаете, позвоните Хелен. Держите у телефона не меньше 30 минут, если сможете больше. Вы поняли? — 30 минут? — Каким это образом? — Рассказывайте ей про свою чертову жизнь с самого младенчества. — Черт подери! Немедленно выполняйте приказ, вдруг прорычал Линли, и ждите меня в ярде. Связь оборвалась. Хейверс позвонила констаблюн Катти, отправила его к дому леди Хелен и, брякнув трубку на рычаг, мрачно уставилась на бумаге, лежавшей на столе Линли. Это была последняя информация из Трайклайда, данные об отпечатках пальцев, результатах использования волоконно-оптической лампы, анализ пятен крови, результаты экспертизы четырех волосков, найденных рядом с кроватью, и экспертизы коньяка, который Рис Дэвис Джонс принес в комнату Хелен. Нерешительно ничего обнадеживающего, ничего похожего на улику, которую не отмел бы маломальский грамотный адвокат. Но Линли еще ничего этого не знает. Если они собираются отдать Дэвис Джонс или кого-то другого в руки правосудия, результаты экспертизы, полученной из Шотландии от инспектора Макаскина, ничего им не дадут. Ее звали Линетт. А когда она распростерлась под ним, пылко извиваясь, блаженно постановая при каждом его толчке, Роберт Габриэль забеспокоился, что нечаянно назовет ее каким-то другим именем. Ведь за последние несколько месяцев их было так много, попробуй всех упомни. Но он, тьфу-тьфу, все же вспомнил, кто она такая девятнадцатилетняя ученица декоратора театра Азенкур. Чьи тугие джинсы и желтый текотажный свитер лежали сейчас в темноте на полу его гримерной. Он довольно скоро выяснил к великой своей радости, что под ними у нее совершенно ничего не было. Почувствовав, как ее ногти впились ему в спину, он издал вопль удовольствия, хотя куда охотнее предпочел бы, чтобы она выбрала какой-нибудь другой способ выразить свое нараставшее упоение. Тем не менее он продолжал действовать так, как ей, похоже, нравилось. Грубый, изо всех сил, стараясь не вдохнуть аромат ее духов и слабый маслянистый запах, исходивший от ее волос. Он бормотал какие-то нежности, думая о другом, выжидая, когда он наконец дойдет до кондиции, уж тогда, может быть, сосредоточиться на своем удовольствии. Ему нравилось ощущать себя заботливым любовником, в отличие от большинства мужчин он любил сделать женщине приятной. О, не останавливайся, я этого не выдержу, не могу, стонала Линнет. Я тоже, подумал Габриэль, когда ее ногти царапой заплясали по его позвоночнику. Он успел уже почти дочитать третий монолог Гамлета, когда ее экстатические всхлипывания достигли крайней точки. Ее тело выгнулось, она дико вскрикнула, ее ногти вонзились ему в ягодице. И Габриэль тут же мысленно запретил себе связываться с юной порослью. Это решение было подкреплено дальнейшим поведением Линнет. Получив свое удовольствие, она сразу потеряла всякий интерес и равнодушно и даже нетерпеливо ждала, когда он получит свое. Ждать ей пришлось недолго, он простонал в нужный момент с притворным восторгом ее имя. Более всего жила ей поскорее покончить с этой морокой, как похожа и она. Возможно, художница по костюму окажется более подходящим объектом для завтрашнего дня, подумала. Ух, ничего было, зевнов, сказала Линнет, когда все было позади. Она села, свесила ноги с дивана и стала ее ощупь искать на полуодежду. Время у тебя есть? Габриэль посмотрел на светящийся циферблат своих часов. Пятнадцать минут десятого, ответил он, надея, что она отправится во своясье, и он сможет как следует принять душ, но все же погладил ее по спине и пропомотал. Давай еще разок завтра, Линн, ты своишь меня с ума. На тот случай, если художница по костюму окажется недостижимой. Она щикнула, взяла его руку и приложила к своей похожей на арбуз груди. Несмотря на юный возраст, грудь у нее начинала уже отвисать из-за нежелания носить нижнее белье. Не могу, милый, гибриэль резко сел твой муж. Боже, почему что мне ничего не сказала, что замужем? Линнет снова хихикнула, втискиваясь в узкие джинсы. Ты же не спрашивал, верно? Он водит грузовик и ночует дом по крайней мере трижды в неделю, так что... Боже, водитель грузовика какой-нибудь громила с умственным развитием младенца. Послушай, Линнет, поспешно сказал Габриэль, давай к нему гастынем. Ладно, я не хочу встревать между тобой и твоим мужем. Он скорее почувствовал, чем увидел, как она безразлично пожала плечами. Натянулась свитер и откинул назад волосы. И снова его обдало их масляным запахом. Снова он задержал дыхание, стараясь не вдохнуть. Он немного туповат, призналась она, и никогда не узнает никаких проблем, ведь я с ним всегда, кто мне хочет. Ну, тем не менее, сказал Габриэль, оставшись при своем мнении. Она потепала его по щеке. Ну, в общем, сам мне скажешь, когда захочешь еще. Ты не так уж плохо. Немножко затягиваешь, это да, но думаю, это возрастное, да? Возрастное, послушно, повторил он. Ну, конечно, весело, сказала она. Когда мужик в возрасте, ему надо время, чтобы разогреться, разве нет? Я-то понимаю. Она пошарила по полу. Не видел моей сумки? А, вот она. Ну, я пошла, может, перепихнемся в воскресенье? Мой Джим тогда снова уж отбудет? И прощавшись таким образом, она ушла, оставив его в темноте. Возрастное, подумал он, и словно услышал ироничный кудактующий смешок своей матери. Она бы закурила одну из своих вонючих турецких сигарет, критически его оглядела, пыталась бы сохранить отсутствующие выражения лица. Это была ее личина психоаналитика. В эти минуты он ненавидел мать, кляня себе за то, что его угораздило заполучить матери фрейдистку. То, с чем мы столкнулись, сказала бы она, типично для мужчины твоего возраста, Роберт. Кризис среднего возраста, внезапное сознание, надвигающее за старости, пересмотр жизненных установок, поиск обновлений. В соединении с твоим чересчур развитым либидо, это побуждает тебя искать новые пути самоутверждения, и, боюсь, все они завешаны на сексе. Вот твоя дилемма. К несчастью твоей жены, так как она, по всей видимости, единственный человек, умеющий хоть как-то держать тебя в узде, но ты боишься, Айрин, верно? Она всегда была для тебя слишком женщиной, чтобы ты мог справиться с ней. Она была требовательна к тебе, верно? Требовала взрослости, которую терпеть не мог. Поэтому ты добивался ее сестры, чтобы наказать Айрин и продолжать чувствовать себя молодым. Но ты не можешь иметь все сразу, мальчик. Люди, которые хотят всего, обычно остаются ни с чем. Самое ужасное, что все это было правдой. Все. Габриэль, застанав, сел и начал нашаривать надежду. Тут дверь в гримерную открылась. Он успел только посмотреть в ту сторону и увидел огромную тень на фоне темного почему-то коридора. У него было всего мгновение, подумать, кто-то выключил свет в коридоре, прежде чем тень рвалась в комнату. Габриэль почувствовал запах виски, сигарет и едкую вонь пота, а затем на него обрушился град ударов. Его молотили по лицу, по животу, по ребрам. Он услышал, ранее чем успел почувствовать, как ломаются кости, ощутил вкус крови и прикусил изнутри щеку, которую ударом впечатали в зубы. Подавший крякл от усилий, в ярости брызгал слюной и, наконец, проскрепел, нанося четвертый жуткий удар Габриэлю между ног. — Отныне держи свою похотливую сосиску в штанах, приятель! Но Габриэля мелькнула мысль. — Все, никаких девчонок в следующий раз! И он потерял сознание. Линли положил трубку, не отвечает, сказал он. Барбара увидела, как на щеки выдернулся мускул. Когда Анката позвонил первый раз? — Четверть девятого. Где был Дэвид Джонс? Зашел в бар рядом со станцией Саут-Кенсингтон. Анката была в телефонной будке снаружи. И он был один. Он не взял с собой Хелен. Вы в этом уверены? Он был один, сэр. Но вы говорили с ней, Хайварс, вы действительно разговаривали с Хелен после того, как он ушел от нее. Барбара кивнула, чувствуя нарастающее беспокойство за него, без которого она вполне могла побойтись. Линли выглядел совершенно измученным. Она позвонила мне, сэр, сразу, сразу, как он ушел. И что она сказала? Барбара торопливо повторила то, что уже раз ему пересказывала. Только что он ушел. Я хотела подержать ее на проводе в течение тридцати минут, как вы просили, но она не поддержала разговоры, инспектор. Она сказала, что она не одна и перезвонит мне позже, и все. Думаю, что она не хотела моей помощи, правда? Барбара увидела отразившуюся на лице Линли тревогу и продолжала. Я думаю, она хотела справиться с этим одна, сэр. Возможно, ну, возможно, она до сих пор не считает его убийцей. Линли откашелся. Нет, она понимает. Он притянул к себе через стол записки Барбары. В них были две подборки информации, результаты допроса Стинхерста и окончательные сведения от инспектора Макаскина из Трайт-Клайда. Он надел очки и погрузился в чтение. За стенами тихомирило обычную разногласицу шумов, и только редкие звонки телефона, раздавшийся вдруг чей-то голос, веселый взрыв смеха, говорили им, что они не одни в отделе. Городские шумы за окном приглушил снег. Барбара сидела напротив него, держа в одной руке дневник Ханны Деру, а в другую программку спектакля Три сестры. Она прочла и то, и другое, но ждала, что он скажет по поводу материалов, которые она подготовила для него, пока он был восточной Англии и пробирался сквозь снежные заносы в Лондон. Она видела, что он все больше хмурится, а вид у него был такой, словно последние несколько дней несли ему глубочайшие раны. Она отвела глаза и принялась разглядывать его кабинет, стараясь определить, что тут выдает двойственность его характера, книги, исключительно касающиеся юриспруденции, судебные тексты, комментарии к судебным установлениям и несколько исследований эффективности работы столичной полиции. То есть книжные полки являли взору довольно-таки стандартный набор для человека, сосредоточенного только на своей работе. Но стены кабинета были более красноречивы. Они выдавали, что Линли не только олицетворение профессионализма, но натура куда более сложная. На них мало что висело, где литографии, с ландшафтами Юго-Запада Америки, которые свидетельствовали о неизменной любви, гармонии и покою, и единственная фотография, обнажавшая то, что хранилось в самом сердце этого человека. Это была фотография Сент-Джеймса, старый снимок, сделанный до аварии, обернувшийся увечем. Барбара заметила в сущности безобидные подробности. Сент-Джеймс стоит, скрестив руки, опираясь на крикетную биту, он в белых фланелевых брюках, а на левом колене зияет большая неровная дыра. Все бедро отсвечивает зеленью, явный след валяния на траве. Он смеется от души с неподдельной радостью. Лето прошло, подумала Барбара, лето умерло навсегда. Она очень хорошо знала, почему здесь висит эта фотография, она отвела от нее глаза. Линли подпер щеку, потирая время от времени пальцами лоб. Прошло несколько минут, прежде чем он поднял глаза, снял очки и встретился с невзглядом. Здесь у нас ничего нет для его ареста, сказал он, указывая на информацию от Макаскина. Барбара колебалась. Страсть, прозвучавшая долгожданным его телефонным звонке, почти убедила ее в том, что она напрасно ополчилась на лорда Стинхерста. Настолько, что даже сейчас она не решилась отметить очевидно. Но ей не пришлось это делать, потому что он продолжал сам. Видит Бог, мы не можем взять Дэвис Джонсона основание его фамилии в афише пятнадцатьлетней давности. Мы можем с таким же успехом арестовать и всех остальных, если исходить из тех улик, которыми мы располагаем. Но лорд Стинхерст сжег сценарий в Эстербрии, заметила Барбара, это по-прежнему остается. Если вы хотите доказать, что он убил Джой, чтобы заставить ее молчать в своем брате, то да, это по-прежнему остается, согласился Линли. Но я смотрю на это по-другому, Хеверс. Худшее, что ожидало Стинхерст, это унижение семьи, если вся эта история о Джеффри Ринтуле станет известна благодаря пьесе Суд и тюрьма, если Джой написала бы свою книгу. Так что какой мотив вам кажется наиболее весомым? Возможно. Барбара понимала, что должна предложить это с осторожностью. Возможно, тут двойной мотив и один убийца. Снова Стинхерст. Но он же поставил трех сестер в Норвиче, инспектор. Он мог быть тем мужчиной, с которым познакомилась Ханна Деру, и мог получить ключ от комнаты Джо и Франчастки. Вы забыли. Вы забыли койкие факты. Все касающееся Джеффри и Ринтула было изъято из кабинета Джо. Но все связанное с Ханной Деру, все, что привело нас прямо к ее смерти в 73-м году осталось на виду. Да, разумеется, сэр. Однако Стинхерст вряд ли мог просить ребят из МИ-5 забрать заодно материалы на Ханну Деру? Едва уж это так волновало правительство. Это же не государственная тайна. И потом, как он мог знать, что Джой собирала сведения о Ханне Деру? Она просто упомянула о Джоне Деру за ужином в тот вечер. Ведь если Стинхерст не побывал в кабинете Джой до этих выходных, откуда он мог знать, какие материалы ей удалось добыть? Или не удалось добыть, коль уж на то пошло? Лин-Ли смотрел куда-то мимо нее, но по внезапному блеску в глазах она поняла, что его осенила какая-то мысль. Вы мне подали идею, Хеверс? Он побарабанил пальцами по столешнице. Его взгляд переместился на тетрадку в руках Барбары. Думаю, мы сможем уладить все это и без помощи эстрад Клайда, сказал он наконец, но нам понадобится Айрин Синклер. Айрин Синклер он задумчиво кивнул. Она наша последняя надежда. Она единственная из всех, кто не участвовал в трех сестрах в постановке 73-го года. Айрин Синклер дома не оказалась. Соседка, которую попросили побыть с детьми и успокоить их, направила Лин-Ли и Хеверс в Блумсбери в больницу университетского колледжа. Когда они вошли в отделение скорой помощи, Айрин вскочила на ноги. Он сказал, никакой полиции вне себя закричала она. Как вы, вам позвонил врач? Мы были у вас дома. Лин-Ли подвела к одному из диванчиков, что стояли вдоль стен комнаты ожидания. В комнате было полно народу. Кого-то скрутило болезнь, кто-то стал жертвой несчастного случая, отовсюду доносились крики, стоны, звуки рвоты. Воздух был пропитан запахом лекарств, типичным для больниц. Что случилось? Айрин машинально покачала головой, опускаясь на диван, подприв щеку ладонью. Роберта избили в театре. Такой поздний час. Что он там делал? Репетировал. Завтра утром у нас вторая читка, и он сказал, что хочет посмотреть, как звучать на сцене. Но Лин Ли видел, что она сама не верит этой истории. Он был на сцене, когда на него напали? Нет, он пошел к себе в гримерную, чтобы выпить. Кто-то выключил свет и напал там на него. Потом ему удалось добраться до телефона. Единственный номер, который он сумел вспомнить мой. Последние слова прозвучали, как оправдание ее присутствия здесь. Не номер я лично рада, что вы приехали. Возможно, вы хоть немного сможете его образумить. Совершенно очевидно, что он должен был стать следующей жертвой. Лин Ли придвинул неудобный пластиковый стул, чтобы заслонить ее от любопытных взглядов. То же самое сделала Хеверс. Почему? спросил Лин Ли. Лицо Айрен сделалось напряженным, словно вопрос ее смутил. Но что-то подсказывало Лин Ли, что это было частью спектакля, задуманного специально для него? Что вы хотите этим сказать? А что еще могло быть? Его жестоко избили, два ребра сломаны, подбиты оба глаза, выбит зуб. Но вообще-то убийца действует иначе, верно? Заметил Лин Ли. Наш предполагаемый убийца пользуется ножом, а не кулаками. Совсем не похоже, что кто-то хотел его убить. Тогда что же еще это могло быть? Что вы такое говорите? Она гордо выпрямилась, словно оскорбленная их сомнением. Думаю, вы знаете ответ. Мне кажется, что вы мне не все рассказали. Защищаете его? Почему? Чем он заслужил такую преданность? Он обидел вас всеми мыслями способами. Он обращается с вами с нескрываемым презрением. Айрин, послушайте. Она подняла руку, и в полной муки голос подсказал ему, что краткое представление окончено. Прошу вас, вы сказали более чем достаточно. Он был женщиной. Не знаю, кто она, он не сказал. Когда я туда приехала, он все еще был. На нем не... Она не могла подобрать слов. Он не смог одеться. Линли слушала это признание, не веря своим ушам. Что она испытала, примчавшись к нему на помощь, чувствуя этот запах недавнего совокупления, который ни с чем не спутаешь, натягивая на него одежду, которую он сбросил, спеша предаться любви с другой женщиной. Я пытаюсь понять, почему вы до сих пор храните верность человеку, который зашел так далеко, обманывал вас же с вашей сестрой. Произнося это, он вспомнил, как Айрен так что пытался обелить Роберта Габриэля. Потом вспомнил ее слова, сказанные про ночь, когда умерла Джой Синклер. Он многое теперь мог представить четко. И о той ночь, когда умерла ваша сестра, вы тоже мне не все сказали. Даже в этом вы защищаете его. Почему, Айрен? Она на мгновение прикрыла глаза. Он отец моих детей с достоинством, без тени лукавства, ответила она. Защищая его, защищаете их? В конечном счете, да. Сам Джон Дэру не мог бы ответить лучше. Но Линли знал, что нужно говорить. Ему вот сказал Тедди Дэру. Обычно дети все равно узнают худшее своих родителей. Независимо от того, что тот пытается уберечь их от травм. Ваше молчание ничему не помогает, только защищает убийцу вашей сестры. Он не убивал. Он не мог. Я не могу поверить в это. Роберт на многое способен. Видит Бог, но только не на убийство. Линли наклонился к ней и накрыл «Вы думаете, что он убил вашу сестру, и чтобы защитить детей, спасти их от унижения, от сознания того, что их отец убийца вы предпочитаете скрывать свои подозрения? Он не мог. Только не он. Однако вы думаете, что это он. Почему? Заговорила сержант Хеверс. «Если Габриэль не убивал вашу сестру, то что вы скажете, только поможет ему?» Айрин покачала головой. В глазах сдаился дикий страх. «Нет, он не мог». Она по очереди посмотрела на них. Ее пальцы впились в потертую кожу сумочки. Она была похожа на беглеца, решившего бежать, но который вдруг понял, что все пути отрезаны. Когда она наконец заговорила, ее тело затрясло, словно от какой-то тайной болезни. В каком-то смысле она действительно была больна. В ту ночь моя сестра была с Робертом в его комнате. Я слышала их. Я пришла к нему, как дура. О, боже мой, почему я такая жалкая дура. Мы с ним до этого были вместе в библиотеке, после читки. в какой-то момент я подумала, что еще не все потеряно. Мы говорили о наших детях, о нашей прежней жизни. Потом позже я пошла к Роберту, чтобы... О, боже, я не знаю, что я собиралась сделать. Она запустила пальцы в свои темные волосы и, взгерошив их, накрепко в них вцепилась, словно хотела боли. Сколько же можно быть такой идиоткой? Я чуть говорил те же самые слова, которые говорил ей в тот день в Хэмстоне, когда я застал их вместе. Давай, малышка, давай, Джой, давай, давай, и пыхтел, и пыхтел, и пыхтел, как бык. Ее слова, словно поворот калейдоскопа, выявили новый ракурс этого дела, выстроили все в иной перспективе. В какое время это было? Поздно, возможно, около двух. Но вы слышали его, вы в этом уверены? О, да, я его слышала. А стадана опустила голову. И даже после этого, изумился Линли, она по-прежнему жаждет защитить этого человека. Такая незаслуженная, самотверженная преданность, это было выше его разумения. Он даже не стал пытаться это понять, а спросил совсем в другом. Вы помните, где вы были в марте 73-го года. Она не сразу сообразила, о чем речь. С 73-го я была, я наверняка была дома в Лондоне, нянчила Джеймс, нашего сына, он родился в январе, я взяла небольшой отпуск, но Габриэля дома не было. Она задумалась, предминая, нет, по-моему, мне кажется, он играл тогда где-то в провинции, а что, какое это имеет ко всему значение? Прямое, подумал Линли. Он выложил все свои силы в то, чтобы заставить ее выслушать и понять его следующие слова. Ваша сестра собиралась написать книгу об убийстве, которое произошло в марте 73-го года. Тот, кто его совершил, убил и ее, и Гована Килбрайта. Улики, которые у нас есть, практически бесполезны, Айрен. Я боюсь, что без вашей помощи мы не сумеем добиться для этого не до человека хоть какого-то правосудия. Ее глаза взмолились о правде. Это Роберт? Не думаю. Несмотря на все, что вы мне рассказали, я просто не вижу, как он мог раздобыть ключи от ее комнаты. Но если в ту ночь он был с ней, она могла ему дать свой. Это было возможно, признал Ленли. Но как это объяснить? И как связать это с тем, что показало судебно-медицинское вскрытие, не обнаружившее никаких следов сексуального контакта? И как сказать Айрен, что даже если с помощью полиции она докажет невиновность своего мужа, то тем она сам докажет виновность своего двоюродного брата Рисса. Вы нам поможете? спросил он. Ленли видел, как она борется, принимая решения, и точно знал, какая перед ней стоит дилемма. Надо было делать выбор. Или продолжать защищать дальше Роберта Габриэля ради детей, или принять активное участие в том, чтобы убийца ее сестры попал в руки правосудия. Выбрав первый, она обречет себя на вечные сомнения. Действительно ли тот, кого она защищает, невиновен. Однако, выбрав второе, она неизбежно должна простить, отпустить своей сестре все грехи и обиды. Убирать надо было между живым и мертвой. Но живой мог дать и только очередной ложь, а мертвая душевный покой, который приходит вместе с исчезновением злобы и жизни продолжается. На первый взгляд перевесить, конечно, должен был живой человек. Но Линли с лишним хорошо знал, что у сердца свои недоступные разуму законы. Ему оставалось надеяться, что Айрин дозрела до того, чтобы понять. Ее брак с Габриэлем был подточен недугом неверности, а сестра ее сыграла лишь небольшую, хоть и роковую роль в драме почившей любви, которая усугубляла с годами. Айрин шевельнулась, ее пальцы оставили влажные отпечатки на коже сумочки. Сначала голос ее не слушался, но потом она овладела собой. Я помогу вам, что я должна сделать, провести ночь в доме вашей сестры в Хамстеде. С вами поэтижант Хайверс. Глава шестнадцатая Когда на следующее утро в половине одиннадцатого Дебора Сент-Джеймс открыла линли дверь, ее растрепавшиеся волосы, покрытые пятнами фартук и протертые даже джинсы подсказали ему, что он явился в самый разгар работы. Тем не менее, ее лицо осветило с радостью. Хоть отвлекусь, слава богу, уж я целых два часа торчу в темной комнате, со мной только пичи аляска. Они, конечно, очень милые, как все собаки и кошки, но с ними не поговоришь. Саймон тоже там в лаборатории, когда он на чем-то сосредоточен, от него ни словечка не дождешься. Я так рад, что ты пришел. Возможно, тебе удастся вытащить его на утренний кофе. Она подождала, пока он снял пальто и шарф и легонько тронув его за плечо сказала, ты хорошо себя чувствуешь, Томми? Ничего не... Понимаешь мне кое-что об этом рассказали, и ты не очень хорошо выглядишь. Ты хоть спишь? Ты не голоден? Попросить папу что-нибудь принести, ты не хочешь? Она прикусила губу. Почему я всегда трещу, как идиотка? Лин-Ли с нежностью улыбнулся ее сбивчивым словам. Осторожно убрал за ухо, выбившись из ее прически локон, пошел следом по лестнице. Она продолжала тараторить. Саймону звонил Джереми Винни, чем поверх его в долгие, очень долгие загадочные размышления. Ты же знаешь Саймона, а потом минут пять назад позвонила Хелен. Лин-Ли на секунду замер. Хелен сегодня здесь, нет? Несмотря на его, какому казалось небрежный тон, Лин-Ли поняла, что Дебру ему провести не удалось. Ее зеленые глаза охмельнуло сочувствие. Нет, ее здесь нет, Томми, поэтому ты пришел, да? Не дожидаясь его ответа, она мягко произнесла. Вот и поговори с Саймоном, он все-таки лучше всех знает Хелен. Сент-Джеймс встретил их в дверях лаборатории, держа в одной руке старый экземпляр симпсоновской судебной медицины, а в другой жуткого вида банку, человеческий палец, плавающий по мальдегиде. Репетируешь постановку Тита Андроника со смехом? спросила Дебора, и она взяла у мужа банку и книгу, мазнула поцелуем по ее щеке и сказала, к тебе, Томми, мой милый. Линда решил действовать с места в карьер, изобразив чисто профессиональный интерес. Сент-Джеймс где Хелен? Он понял, что с позором провалился. Я звоню из прошлого вечера, заходил к ней на квартиру сегодня утром. Что с ней случилось, что она тебе сказала? Он прошел за другом в лабораторию с нетерпением, ожидая ответа. Сент-Джеймс лишь молча внес какую-то пометку в компьютер. Линдли слишком хорошо знал этого человека, чтобы попытаться его подгонять. Подавив свои дурные предчувствия, он окинул взглядом комнату, в которой Хелен провела так много времени. Эта лаборатория многие годы была светилищем Сент-Джеймса, пристанище ученого, оснащенное компьютерами, лазерными принтерами, микроскопами, печами для выращивания микроорганизмов. Здесь стояли полки с образцами, висели листы схемы графиков, а в углу красовался видеокран, на котором морозцы крови, волосы, кожи или волокон, подготовленные для микроскопа, можно было увеличить. Это новейшее оборудование было последним пополнением лаборатории. И Линли вспомнил, как смеялась Хелен, описывая попытки Сент-Джеймса обучить ее работать с ним всего три недели назад. Безнадежно, Томми, дорогой. Видеокамера, прицепленная к микроскопу, может представить мой ужас? Боже мой, вся эта премудрость компьютерного века, а я только недавно разбралась, как вскопятить чашку воды в микроволновой печке. Разумеется, все равно смеялся, сразу освободившись от всех забот, которые навалил на него тот день. Это был особый дар Хелен. Он должен был знать, что с ней случилось, что она тебе сказала. Сент-Джеймс добавил еще какую-то поправку к набранному тексту, проверил соответствующие изменения в графике на экране и закрыл файл. Только то, что сказал ей ты, ответил он, идеально бесстрастным тоном. Боюсь, больше ничего. Лин-Ли знал, что означает этот осторожный тон, но не стал сразу увязываться в дискуссию, на которой его провоцировали слова Сент-Джеймса. Решил потянуть время, заметив, «Дебора рассказал, что тебе звонил Винни. В самом деле...» Сент-Джеймс крутанулся на стуле, неуклюже след с него и подошел к аккуратнейшему столу, где выстроились в ряд пять микроскопов, три из которых были задействованы. По всей видимости, ни одна газета не бросилась на историю смерти Синклер. По словам Винни, он предложил сегодня утром статью, которую редактор отклонил. «Ну, в конце концов, Винни, театральный критик», заметил Линли, «да, но когда он обзвонил своих коллег, чтобы узнать, не работает ли кто из них над этим убийством, то обнаружил, что никому из них не было поручено заняться этой историей. Запрет идет сверху». «На время, как ему сказали, пока не будет произведен арест». Мягко говоря, он был вне себя. Сент-Джеймс поднял взгляд от стопки слайдов, которые старательно выравнивал. Он охотится за историей Джеффри Ринтула, Томми. Старается нащупать связь между ней и смертью Джо Синклер, тому и он не успокоится, пока что-нибудь не напечатает. Он никогда этого не добьется. Во-первых, нет ни единой доступной улики против Джеффри Ринтула. Во-вторых, и Ринтул, и Джо мертвы. А без солидных доказательств ни одна газета в стране не решится напечатать скандальную статью о такой известной семье, как Стинхерсты. Никому из журналистов не хочется прослыть клеветником. Линли внезапно ощутил беспокойство, потребность двигаться, поэтому он прошелся по комнате, к окну и посмотрел в сад. Как и все, он был покрыт снегом, выпавшим ночью, но все растения были обернуты мешковиной, а наверх стены аккуратно насыпаны хлебные крошки. Заботливые руки Деборы, подумал он. Айрин Синклер считает, что в свою последнюю ночь Джой заходила к Роберту Габриэлю. Он повторил то, что сказал ему Айрин. Она рассказала мне об этом вчера вечером. Она скрывала это, надеясь защитить Габриэля. В таком случае Джой повидал, что ночью с Габриэлем и с Линни. Линни покачал головой. Едва ли. Она не могла быть с Габриэлем, по крайней мере не в постели с ним. Он сообщил данные вскрытия, присланные отделом уголовного розыска Стратклайда. Возможно, Стратклайдская компания ошиблась, заметил Сан-Джеймс. Линни невольно улыбнулся. При таком шефе, как Макаскин? Это, по-твоему, вероятно? Я бы на такую вероятность не поставил. Вчера вечером, когда Айрин сказала мне, я сначала подумал, что она ослышалась. Габриэль был с кем-то другим? Именно это я и подумал, что Айрин лишь предположила, что это Джой, или, возможно, предположила самое худшее, что могло происходить в комнате между Джой и Габриэлем. Но потом я подумал, что она вполне могла и солгать мне, намекнуть на виновность Габриэля в смерти Джой, все время повторяя, что хочет защитить его ради своих детей. Да, в таком случае это очень тонкая месть, заметила с порога своей темной комнаты Дебора, стоявшая с проявленной пленкой в одной руке и слупой в другой. Сен-Джеймс рассеян смешал две стопки слайдов. И в самом деле, к тому же умная от Элизабет Ринтл мы знаем, что Джой была в комнате Винни. Это дополнительное подтверждение, если Элизабет можно доверять. Но кто еще подтвердит заявление Айрин, что Джой была и с ее мужем? Габриэль, конечно, нет, но будет с жаром это отрицать. А больше никто ничего и не слышал, поэтому нам придется решать, верить ли бабнику мужу или настрадавшейся жене. Он взглянул на Линли. Ты все еще верен насчет Дэви с Джонсом? Линли повернулся к окну спиной. Вопрос Сент-Джеймса тут же жестко вернул его к отчету, который он получил констабль Анката всего три часа назад, сразу же после ночной слежки констабля за Дэви с Джонсом. Информация была достаточно четкой. Покинув квартиру Хеллен, он пошел в бар, где купил четыре бутылки спиртного. Анката был точно уверен в количестве, потому что, купив их, Дэви с Джонс пошел гулять. Температура была ниже нуля, но он словно не замечал ни мороза, ни все еще идущего снега. Он предпринял и основательную прогулку, пройдя по Бромптон-Роуд, обойдя Гайд-Парк, пройдя по Бейкер-Стрит и закончив своей квартире на Сент-Джонс-Вуд. Целых два часа. И по пути Дэви с Джонс открывал одну бутылку с другой, но вместо чтобы заливать жидкость внутрь, он методично варварски выливал содержимое на землю. «Пока не покончил со всеми четырьмя бутылками», сказал Анката, покачав головой по поводу пустой траты хорошей выпивки. Теперь, снова обдумав поведение Дэви с Джонсом, Лин Ли сосредоточился на том, что оно означало. «Человек, который преодолел алкоголизм, который боролся за шанс возобновить свою карьеру и нормальную жизнь, человек, полный непреклонной решимости победить, несмотря ни на что, а уж тем более на свое прошлое». «Он убийца», сказал Лин Ли. Айрин Синклер понимала, что этот спектакль самый главный в ее карьере, понимала, что должна без единой подсказки почувствовать и ухватить нужный момент. Не будет ни выхода из-за кулис, ни мгновения высшего напряжения, когда на тебя устремлены все взгляды, ей придется обойтись без этих счастливых мгновений ради театра жизни. И этот момент настал сразу после перерыва на ланч, когда она и Джереми Винни одновременно прибыли к театру Азенкур. Она высаживалась из такси как раз в тот момент, когда Винни пробирался сквозь поток машин из кафе напротив, просигналил, предупреждая автомобиль, и Айрин посмотрела в ту сторону. Винни держал в руках пальто, даже не накинув его, и она подумала, уж не ее ли прибытие заставило его поспешно выскочить с кафе. Журналист подтвердил это сам с первых слов. В них звучало злобное возбуждение. «Как я понял, вчера вечером кто-то напал на Габриэля?» Айрин остановился. Ее пальцы крепко обхватили дверную ручку, и даже сквозь перчатку бессмысленно было выяснять, откуда Винни известна эта новость. Роберт сумел сегодня утром приползти в театр на вторую читку, несмотря на перебинтованные ребра, синяк под глазом и пять швов на подбородке. Весть о том, что его избили, уже через пять минут облетела весь театр. И хотя вся труппа и художники и помощники режиссера разразились горячим негодованием, любой из них мог тайно позвонить Винни. Особенно если кто-то жаждал поквитаться с Робертом Габриэлем, обрушить на него поток скандальной славы. Ты спрашиваешь меня об этом для статьи? спросил Айрин. Обхватив себя руками, чтобы немного согреться, она вошла в театр. Винни последовал за ней. Поблизости никого не оказалось, внутри стояла тишина. Только навязчивый запах табака свидетельствовал о том, что сегодня утром здесь вовсю кипела работа, театр готовился к спектаклю. Что он тебе об этом рассказал? И нет, это нет, для публикации. Тогда зачем ты здесь? Она не замедляя шага шла к зрительному залу. Винни упрямо ее преследовал. Уже перед самыми тяжелыми дубовыми дверями он поймал ее за руку. Потому что твоя сестра была моим другом, потому что ни от кого в полиции я не могу добиться ни единого слова, несмотря на то, что они там целый день промурыжили нашего грустного лорда Стинхерста. Потому что вчера вечером я не мог дозвониться до него, и мой редактор твердит мне, что я ни о чем не могу написать, ни единого словечка, пока мы не получим что-то вроде волшебного разрешения сверху сделать это. Все, что касается этой заварухи, и спускает вонь до самых небес. Или тебя это не волнует, Айрин? Его пальцы впились ей в руку. Она чуть не задохнулась от внезапной злости. По-твоему, мне безразлично, что случилось с моей сестрой? Я думаю, ты до чертиков довольна, ответил он. Ты бы и сама с великой радостью всадила в нее нож. От этих слов Айрин даже оторопела, почувствов, как тлила, от лица кровь. Боже мой, это неправда, и ты это знаешь, сказала она, слыша, что у нее вот-вот сорвется голос. Она выдернула руку и бросилась в зрительный зал, смутно осознавая, что он вошел за ней и сел в темноте последнего ряда, как незримая немезида защитница мертвых. Что-что, стычка свиньи была и совсем ни к чему перед глядущей встречей с труппой. Она надеялась, что во время ланча обдумает, как ей лучше сыграть роль, которую всю эту ночь разучивала с сержантом Хейвиц. Однако сейчас она чувствовала, как колотится сердце, вспотея ладони, а разум был занят яростным отрицанием последнего обвинения Винни. Это было неправдой. Она снова и снова кляла себе в этом, пока шла к пустой сцене. Однако охватившие ее смятения нельзя было унять простым отнекиванием, и, зная, как много зависит сегодня от ее уровня игры, она воспользовалась с уроками театральной школы. Заняв место за одиноко стоящим столом в центре сцены, она прижала сложенные руки к колбу и закрыла глаза. Это помогло ей без усилий войти в образ, когда несколько минут спустя раздались приближающиеся шаги и голос ее двоюродного брата. «Ты хорошо себя чувствуешь, Айрин?» спросил Рис Дэвис Джонс. Она посмотрела на него, вымоченно улыбнувшись. «Да, прекрасно, боюсь, немного устала». «Пока достаточно». Стали подходить остальные. Айрин скорее слышала, чем видела их, мысленно отмечая приход каждого человека, прислушиваясь к ноткам напряжения в их голосах, признаком вины, признаком нараставшей озабоченности. Роберт Габриэль робко сел рядом. Жалкой улыбкой провел пальцами по своему отекшему лицу. «У меня еще не было возможности поблагодарить тебя за прошлую ночь», нежно произнес он. «Я, в общем, ты прости меня, Ринни, поверь, я жутко обо всем сожалею. Я бы кое-что сказал тебе, когда врачи со мной закончили, но ты уже ушла. Я звонил тебе, но Джеймс сказал, что ты уехала в дом Джой». Он на мгновение задумался. «Ринни, я думал, я действительно надеялся, что мы могли бы...» Она прервала его. «Нет, этой ночью у меня было очень много времени для раздумий, Роберт. Я подумала, как следует, наконец-то». Габриэль уловил ее тон и отвернулся. «Могу представить, до чего ты додумалась в доме сестры», сказал он с оскорбленным видом. Появление Джоанны Элла Корд позволила Айрин избежать ответа. Она шествовала по проходу между мужем и лордом Стинхерстом. И Дэвид Сайдом говорил, «Мы хотим окончательно обсудить все наши костюмы, стюарт. Я знаю, что это не входит в первоначальный контракт, но, учитывая все, что произошло, мне кажется, мы имеем право обговорить новую поправку, Джоанна считает». Джоанна не стала дожидаться, пока муж ее изложат условия. «Я бы хотелось, чтобы по костюм было видно, кто играет главную роль». С намеком сказала она, холодно посмотрев в сторону Айрин. Стинхерст никому из них не ответил. Он так выглядел и так двигался, словно разом превратился в старика. Подъем на сцену, казалось, лишил его последних сил. Как оказалось, на нем был тот же костюм, та же рубашка и галстук, что и накануне. Угольный черный пиджак измялся, на рукавах обозначились глубокие заломы. Похоже, он полностью утратил интерес к своей внешности. Глядя на него Айрин, похолодев, вдруг подумала, а он может и не дожить до премьеры своей постановки. Когда он занял свое место и кивнул в знак подтверждения Рису Дэвид Джонсу, чип кончилась. Они дошли до середины пьесы, когда Айрин позволила себя задремать. В театре было так тепло, атмосфера на сцене была такой интимной, и голоса вздымались, опадались таким гипнотическим ритмом, что заставить себя отключиться оказалось очень легко. Она больше не волновалась, что кто-то из них заподозрит что-то не то. она превратилась в актрису, которая была много лет назад, до того, как в ее жизнь вторгся Роберт Габриэль и подорвала ее уверенность в себе, год за годом унижая ее и прилюдные наедине. Она даже увидела какой-то сон, когда раздался злобный голос Джоанны Элакорт. Бога ради, может, кто-нибудь ее разбудит? Я не собираюсь прорабатывать свою роль, когда она сидит тут, как бабка похрапывающего кухонного очага. Ринни, Айрин, вздрогнув она, открыла глаза, с удовольствием ощутив, как ее захлестнула волна смущения. Я задремала, ради бога простите. Что, поздно легла, милочка? Ядовито осведомилась Джоанна. Да, ну, юс, я. Айрин сглотнула комок в горле, улыбнулась, дрожащей улыбкой, чтобы замаскировать боль, и сказала. Я почти всю ночь разбирала вещи Джои в Хэмстеде. Это заявление всех ошеломило. Айрин была довольна, увидев, какой эффект произвели на них ее слова, и на какое-то мгновение поняла гнев Джереми Винни, с какой легкостью она забыла о своей сестре, как удобно потекли их дальше жизнь. Но ничего, кое для кого еще найдется камень преткновения, подумала она, начала его сооружать, используя всю доступную ей власть. Понимаете, там были дневники, глухо проговорила она, искусно проследившись. . extra . . . . .